Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, точнее сразу о двух главах, которые заканчивают книгу Ваикра, о главе Бэгар на горе и главе Бэхукатай. Будете идти по моим законам. Что общего между этими главами? Надеюсь, вы прочли первые строчки этих глав, потому что обе главы в начале говорят о земле Израиля. Первая глава, глава Бэгар говорит о заповеди Шмита седьмого года, когда мы должны обрабатывать землю шесть лет, на седьмой день, или как на седьмой день, на седьмой год земля должна отдыхать. Короче, если у вас есть огород в земле Израиля, то вы должны соблюдать эти законы. Вторая глава, глава Бэхукатай, которая больше известна как глава всяких там увещеваний, которые говорит Мушарабейн, но начинается она, первая дюжина предложений, наоборот, где сказано, будете идти по моим законам, то будет дождь вовремя. Материальное благо идет речь именно о благе в земле Израиля. Но почему мы говорим об этом моменте сейчас, именно в этот период, когда говорит Алтаребе, что еврей должен быть современным человеком и жить в ногу со временем? Посмотрите на наш календарь. С одной стороны, мы только пережили Лак-Ба-Омар, с другой стороны, у нас будет получение Торы в праздник Шивот. Лак-Ба-Омар – день, который самый глубинный секрет еврейской мистики и свет раскрылся в этом мире благодаря Рашбе, которая решила на Бар-Юхая, которая уходит из этого мира именно в день Лак-Ба-Омар. Он как преддверие дарования Торы, когда мы поднимаемся на самую высокую, доступную для живого человека ступень, полностью абстрагируемся от материальности для того, чтобы получить Тору в раскрытии Всевышнего на горе Синай. Но, дамы и господа, не хочу преуменьшить достоинства духовных ценностей, но в нашей святой Торе ни одного слова не говорится о духовных наградах. Все, что говорится в Торе, говорится только о материальных наградах. Да, наши мудрецы говорят об этом очень много, о том, что заслуги за заповеди, они только в духовном мире, как говорит Маораль из Праги в своей книге Тиферет Исраэль, о том, что заповеди – это дело тонкое, поэтому в материальном мире заслуги за них получить нельзя, они только в мире духовном. Но Тора об этом молчком, ни разу ничего не сказав о духовной награде за заповеди. Совершенно наоборот, этот вопрос задаю не я, задают гораздо более великие люди, чем я, не говоря о том, что я вообще невеликий, но говорит один из величайших еврейских философов Рабь Иосиф Алба в своей книге «Сепарай Карим». Он говорит, что странно, как наши мудрецы не смогли найти ответ на вопрос, почему в Торе нет никакого упоминания духовным наградам. Но мне кажется, что именно ответ на этот вопрос, который с трудом дает Рабь Иосиф Алба в своей книге «Сепарай Карим» находится именно в том, что мы читаем эти главы. Именно в этом и есть жить в ногу со временем. Наша первая глава говорит о обрабатывании земли. И логически понятно, что если ты будешь правильно относиться к Святой Земле, то она и даст материальные заслуги, как и обещается во второй главе, о том, что будет вовремя дождь. Да и так, в принципе, все заслуги за заповеди связаны непосредственно со Святой Земли. Продлятся ваши дни на Святой Земле, которую Всевышний дает нам, дает вам и нам, дождь вовремя на Святой Земле и так далее. Их очень много. Почему? Потому что духовные ценности, они очень важны. Но духовные ценности — это ценности изгнания. И надеюсь, что вы меня правильно понимаете. Когда мы находимся в диаспоре, да, даже все, что мы добиваемся в материальном мире, находясь в диаспоре, это только авансом. Нужно не забывать, что мы в гостях. Но когда идет речь о Земле Израиля, то сама цель заповеди — это именно материальные блага в Земле Израиля. Или, как говорит Рав Кук, основатель религиозного сионизма, о том, что благоустройство, материальный достаток в Земле Израиля — это цель как такового мироздания. Каждая ромашка, каждый кустик, каждая птичка, которая летает, каждый дом, каждый камушек на пороге вашего дома должен быть красивым. Мы должны стремиться к материальному достатку в земле Израиля. Ради этого Всевышний сотворил этот мир. Главное — это не забывать, что если мы будем копаться по правилам даже в нашем огороде, с чему начинается первая глава, то тогда будут и все благословения, с которого начинается вторая глава. И главное — в Святой Земле в ближайшее время. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok